Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о московских собаках-спасателях. У нас в студии основатель клуба для служебных собак в отставке Оксана Дурова, волонтёр-поисковик Ирина Беляева и актёр Иван Стебунов. Оксана, Иван, Ирина, добрый день. Добрый. Оксана, представьте, пожалуйста, нашего гостя. Это Изюм. В простонародье Изя. Первая пристроенная собака нашим клубом служебных собак в отставке. Так. А что за клуб? Два года назад мы создали клуб вместе с моей подругой и бывшей коллегой. Мы пристраиваем собак, которые отслужили в Министерстве обороны, или в Овсине, или ещё где-то. МЧС тоже у нас, МЧСных собак много. И мы сделали такой сайт знакомств с этими собаками. То есть, если вы хотите познакомиться с собаками, вы должны запомнить анкету, которую создали психологи и собачьи в том числе. И, может быть, мы позволим вам познакомиться. То есть, Изюм – заслуженный пёс, да? Да. То есть, у него какие-то есть заслуги. Вы знаете, нам не рассказывают прям детально, нам рассказывают смешные истории или весёлые о собаках. Вот где они, как они служили, как они там… Изюм, например, поранил лапу, и поэтому его списали в четыре с половиной года. Но детали мы… То есть, Изюм даёт подписку, а не разглашение? Да, да. Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. А чем-нибудь, по вашему наблюдению, вот эти собаки отличаются от обычных домашних питомцев? Ну, конечно. Служебные собаки, они очень породистые. Их берут от специальных заводчиков и с трёх месяцев практически в ежедневном режиме их дрессируют. Они чётко выполняют свои команды, они очень такие эмпатичные собаки в большинстве своём. Ну, это чудо, а не собаки. А вот есть спрос на таких вот заводах? Да, конечно. Как вообще происходит механизм пристраивания, механизм знакомства, как вы это называете? Да, знакомство. У нас большое сообщество в социальных сетях. Сейчас там тысяча людей, и это такое прям сильное, правда, сообщество. На нашем сайте полная анкета собаки. Сколько лет, чем болело, какой характер, можно ли кошкам, как они с детьми себя будут вести, вообще в какую семью пристраиваем. Дом это или загородный дом может на улице жить собака. Дальше человек, который вдруг увидел это сообщество, наверное, здесь после нашей передачи, много людей у нас новых появится в нашем прекрасном клубе. Они заполняют анкету. И исходя из этой анкеты, мы отдаём собакам. Мы сначала предлагаем познакомиться, или мы предлагаем, может быть, на другую собаку посмотреть, из хотя, да, из характера. Да, очень словоохотливый, на самом деле, жуткий болтум. Да, я да, просил внимания. Иван, а у вас есть питомец? У меня есть, но не собаки. Не то чтобы я не собачник, я обожаю собак. Всю жизнь у меня в семье жили собаки. Но так сейчас как-то вот сложилась штука. В общем, кошки. Очень хочу собаку, честно признаюсь, невероятно. Посматриваю на все породы. Мне нравится, честно говоря, люблю всех. Но вот скоро, вскоре, вскоре созрею. Я знаю точно, что созрею. А вы взяли бы вот не щенка, а вот такого ветерана заслуженного? Ну вот глядя на него, да. Он мне невероятно нравится. Просто какой-то прекрасный пёс, видно, и добрый. И я всё смотрю на его лапы. Это просто какое-то произведение искусства. Красавец. Оксана, а как, кстати, вот эти проблемы решаются? Допустим, вот ситуация с Иваном. Если они придут в дом, где есть кошки. Мы же знаем, что кошки с собаками, скажем так, не всегда ладят. У нас в анкете каждой собаки прописано, как они относятся к кошкам. Потому что у нас иногда это вторая, третья собака. Иногда там кошки какие-то. Люди, которые любят животных, их уже не остановить, да? А тема ревности. У меня вот, допустим, кошка, я боюсь вторую, потому что она уже пожилая. Я не знаю, как она отреагирует. Вдруг подумают, что её сливают. Так и подумают. Обязательно есть вопрос ревности. То есть вот Изя спокойно примет, например, девочку или через какое-то время мальчика. То есть малышей он вообще обожает. Но с кошками у неё вопрос. Он ни одну не причинил вреда, но догнать и облавить – это вот святое. Наверное, если бы у меня дома была кошка, примирились бы. Но на самом деле это вот всегда каждая собака, как и человек. Это такая индивидуальность. Ирина, а ваши подопечные как ладят с кошками? Ну вот у меня первая собака, бернский зененхунд, он появился, у меня был кот, и щенок появился. Поэтому он воспитывался, можно сказать, котом. И он вполне себе к ним, он им интересуется, скажем так, он на них не лает. А Лерой, конечно, да, он уже появился, когда не было кота. И он активно интересуется, он хочет играть с ними. Он хочет догнать, поиграть. Давайте будем сейчас веселиться. Это важно, кто первый в доме, да, вот к кому пришел. Да, есть такой термин «старшее животное», то, которое первое было, независимо от возраста. Оно как бы вот хозяин территории. Да, да, да. Ирина, а ваши, они отставные или они по-прежнему на службе? Нет, ну я волонтер в поисково-спасательном отряде. У меня собаки не служебные, это собаки-спасатели. Это немножечко отличается от служебных собак, которые вот у вас. У меня, ну, рабочие обе собаки, да, мы с ними на поиски приезжаем. То есть как это происходит? Вам поступает вызов, к вам обращаются с просьбой, чтобы вы приехали с животным? Есть вот в нашем поисково-спасательном отряде Лиза Лерт, да, может принять участие в поисках каждый человек. Есть форум, и на форуме выкладываются поиски, собственно, да, кого сейчас ищут, куда можно приехать. А специалисты в отряде, вот кинологи есть, да, есть конные у нас направления, еще кто-то смотрит. Есть ли заявка на нашу специализацию? Собаки ПСС — это поиск людей, любого человека живого в лесу. Следовая собака — это по индивидуальному запаху, это если можно взять образец запаха, и есть точка, откуда человек ушел примерно, или откуда мы знаем. И поиск тел погибших — это когда уже много времени прошло со времени пропажи, и тогда требуется такой специализации собака. А ваши две, у них какая специализация? У меня у одной собаки ПСС, это поисково-спасательная служба, он ищет вот любого живого в лесу. И у второй собаки специализация следовая. Иногда специализации совмещают, я хотела с ПТП совместить с поиск тел погибших, но пока вот мы на следовой остановились. Вот у вас есть представление, животное понимает, что оно потерпело неудачу, ну, не нашло, не выполнило задачу, или, наоборот, вот, преуспело? То есть вы считаете, они вот понимают, что, да, зачет задачи выполнен, человек там спасен? Смотрите, когда они находят человека, они получают поощрение. Какое? Либо пищевое, либо это еда какая-то, либо игровое, либо и то, и то бывает. Да, у меня одна собака, вот Берн, у меня по еде играть он не очень любит, а лабрадор рабочий, вот который, да, он больше играть любит. Ему можно, он даже есть может не особо поесть, ему главное, чтобы был мячик у человека. И тогда, конечно, они понимают, что они нашли нужного человека, и вот, собственно, и мы игра, и ура, и вообще. На поисках не всегда мы доходим до человека со следовой, потому что достаточно много времени проходит, и мы ждем от следовой больше, что она укажет направление, либо она укажет, что у человека этого здесь не было. Потому что бывают такие ситуации, когда вот мы на этой полянке разошлись, вот я домой вернулся, а товарища мой нет. А как она это вот вам показывает, что неправильное направление? Вот, мы специально обучаем, да, мы предъявляем образец запаха, то есть изначально мы обучаем этому, да, на поиске уже я предъявляю образец запаха, собака обследует территорию, и у нас по-разному собаке показывают, у нас одна собака, у нас ложится, например, и не выходит никуда. Моя собака крутится, крутится, и на меня вот так начинает смотреть, что нет следа, да. То есть мы обычно ждем, когда собака исследует территорию, встанет на след. На след она встает, когда на обратной скобочке собака вот так по следу идет. Все, значит, здесь след есть. Если следа нет, собака говорит, нет, ничего, мы не пойдем никуда. Хотелось бы посмотреть на ваших животных, и я так понимаю, что с изюмом их сложно будет, да? Да, громко будет просто. Совместить? Да. Тогда можно как-то произвести вот... Обмен. Да, да. Сейчас, есть, пойдем. Ой, красавцы. Ага. Говорите, кто из них Лерой, кто Шелдон, рассказывайте. Вот большой вот этот, это бердский зененхунт Шелдон, он ищет любого живого в лесу как раз. Да, вот этот вот пес. Он уже стал обучаться, когда был взрослым, достаточно парнем. Вот, но показал вполне себе хороший результат. У нас два найденных человека есть им. Один у нас случай был дедушка. Как потом оказалось, он 18 лет в этот лес ходит. Пошел за грибами, заблудился. Ну, что ты вот там закрутила? Вот. Мы уже ночью, где-то около часа ночи были в лесу. Мы работали на отклик. То есть, когда мы идем, останавливаемся и кричим. Мы шли в наш квадрат, собственно. И я смотрю, ушел на поисковое поведение. То есть, мы не слышали отклик. Он раз, я смотрю, так, хоп-хоп. Я говорю, так, кто-то кричит еще из соседних квадратов? Нет, никто не кричит. Мы по рации спросили. Мы еще раз покричали, у меня собака убежала. У нас есть навигатор и ошейник у собаки. На навигаторе я вижу, куда собака идет. Мы, собственно, пошли за ним. Вот. Через какое-то время мы услышали уже, мы прокрикивали периодически, мы услышали уже ответ этого дедушки. Обычно у нас собаки, когда находят человека, который сидит или лежит, собака лает начинает. Так она обозначает, что она нашла человека. И мы, собственно, идем на лай. Но моя собака не лаяла, я еще удивилась, думаю, в принципе, ну, что такое он не лает. Мы пришли, оказывается, дедушка стоял, во-первых. Во-вторых, он уже его гладил, обнимал. И вообще у них было все прекрасно у двоих. Оксана, а вот мы узнали о работе, можно сказать, о подвигах даже, я сказал бы, Ириных подопечных. А ваши подопечные, когда они уже в отставке, и после того, как вы их пристроили, или когда они у вас, они что-нибудь, условно говоря, исполняют? Регулярно, каждую зиму, наши собаки вытаскивают из сугробов заснувших людей, кошек и собак. Это вот прям... Даже кошек, видите, Иван? Да, кошек спасают. Адское количество. Потом у нас прекрасная трогательная история. Нам прислала девушка, которая забрала Энджела, огромное письмо. В общем, собаку забирает девушка, будучи там на сносях. Через какое-то время она уже совсем округлилась и начинает, как любая девушка в этом состоянии мыть дом свой, забирается на лесенку и вместе с этой лесенкой летит вниз на ступени, в общем-то, в доме. И они пристроили, они забрали нашего Энджела. Энджела – это бельгийская овчарка, такие небольшие, если представляете себе, ну, очень умные собаки, на самом деле. Малину, да. И наш Энджел, восьмилетний причем взрослый достаточно парень, он подлетел под эту хозяйку между животом и ступенями. Он просто распластался и тем самым сберег этого детеныша, это пузо. Причем с собакой все хорошо сейчас. Ребенок уже давно, какое-то время назад родился. Со всеми все хорошо. Хозяйка ударила ногу, локоть, вот что-то такое. И написала нам огромное благодарственное письмо о том, что вот такое вот чудо-пес ей достался. Еще одна собака – загородный дом, вот эта вот зима снежная, как вы помните, да. И мама и двое детей мирно спят в этом доме. И снег сошел с крыши и упал на трансформаторную какой-то там отсек, который загорелся. То есть там что-то, я не знаю, деталей. Собака подняла на уши весь дом, разбудила всех. Хозяйка, понять не можете, спокойная собака, вот он нормальный был же, пес, что случилось. Мне пришлось встать, и там он ее повел, показал ей, что вот это вот возгорание уже там что-то дымится. Она схватила детей, вывела их из дома, из машины уже позвонила в МЧС. И, в общем, из дома мы, и с хозяйкой, и с нашим псом все в итоге хорошо. И вот таких вот историй у нас какие-то они маленькие, но, в общем-то... Ну, штрихи. Да, я считаю, что это геройские подвиги такие небольшие. Иван, согласитесь, что все истории, которые Ирина и Оксана рассказали, они очень какие-то фотографичные. Очень, да. Украсят фактически любой-любой фильм. Про собак ведь очень много и сериалов, и фильмов снималось, и не только у нас. В Москве, насколько я знаю, есть даже памятники. Вы не в курсе собакам? Я, насколько даже знаю, я интересовался этим, что около 11 памятников в Москве. 11 памятников? И мы ходим, мы их как-то не замечаем. Я сам сколько раз оказывался на Патриарших прудах и даже не знал, что там есть такой замечательный памятник тоже собаке. Очень здорово сделаны. Ну, мой любимый, честно говоря, это на площади Революции, вот эти четыре собаки, где уже стертые носы. И у нас даже замечательный один из студентов на режиссерских курсах, он просто поставил камеру незаменника и крупный план этой собаки и просто руки. И каждая рука вот по каждой руке понятна с этим желанием. Судьба каждого человека, потому что бесконечно, без каждую секунду прикладывают люди руку к этому памятнику, к носу этой замечательной собаки. Ну и также, конечно, то, что рядом с карандашом лежит его пес знаменитый, рядом с цирком. И очень такой трогательный мне понравился памятник «Сочувствие», где просто собака, ну вот так она здорово изображена, невероятно. По-моему, так и называется «Сочувствие», что-то такое, чтобы мы не проходили мимо. Где просто дворовая, ну, дворняга, она в лежащем таком положении, и вот её взгляд передаёт всё. Это просто тоже мимо не пройдёшь. Ну что ж, Ирина, Оксана, я поздравляю вас с Днём кинолога, фактически это ваш праздник. Иван, вам желаю завести собаку. Огромное вам всем спасибо за ваши рассказы. А мы после паузы продолжим разговор о животных-спасателях.